Мужик еще попытался, он плывет до сих пор, он все его сносит, он колесами не достает. После каждого мощного дождя в топе соцсетей видео потопа на улице Попова. Просмотры бешеные, шок-контент прямо из окна. Старые коммунальные сети и естественный рельеф создают опасную точку на карте. Камерой сложно передать уклон дороге, но он все же есть. Такая ложбинка, самая низкая точка. Здесь трамваи встают в очередь, машины тонут, детей сносит течением. Все потому, что на такой огромный участок дороги в километрах всего пара ливневок. Посмотрите на ее размер. Вся вода не успевает сюда стекать, образуются огромные лужи. Это лето должно стать последним в истории тонущей улицы. Здесь организуют дополнительную систему водоотведения длиной 137 метров и стоимостью 7 миллионов рублей. В последний раз ливневку в Барнауле строили в 2018-м на улице Гоголя, Пушкино-Ползунова. Расширения же ливневых стоков не было много лет. На указанном участке дополнительно устроят два дождеприемных колодца, закрытую сеть водоотводных труб, что увеличит водоотведение с проблемного участка более чем в два раза. Работы масштабные, но пройдут под землей методом горизонтального бурения. Перекрывать Попова не планируют. По словам экспертов, нагрузка на ливневку в густонаселенных новых районах и приточечной застройке в старых почти одинаково. Дома, асфальтированная дорожка, паркинг, съедают участки земли, воде некуда уходить. А расширить стоки или сделать новые дорого и не входит в лот застройщика. По опыту могу сказать, что инженерная инфраструктура достаточно сильно отстает от темпов строительства. То есть получается, что участки у нас застраиваются, осваиваются очень быстро, инженерная инфраструктура гораздо позже. Вы, наверное, видите, даже по дорогам, дороги появляются позже к микрорайону зачастую, хотя должны заранее быть. А вместе ведь с дорогой идут в том числе и ливневые канализации. Внимание требуют и другие участки, например, на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова. Пока подобных работ там не запланировано. А тем временем цена потенциального ущерба выросла. Ремонт двигателя утонувших влетит в копеечку. От 100 тысяч и выше. От 100 до 300 тысяч приблизительно. Но есть, конечно, и дорогие автомобили, которых там уже за миллионы возможно. Если машина попадает по капот выше воздухозаборника, сразу же наливается вода в двигатель. Чтобы город не топило, нужно построить 325 километров сетей при уже существующих и устаревших 128. Постепенно власти решают эту проблему. К сентябрю 137 метров улицы Попова должны стать безопасными в дождь. Анастасия Драган, Владислав Ковалев. День с толком.